Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. 26 сентября в Украине объявлено Днем Траура в связи с трагедией, которая произошла накануне вблизи города Чугуева Харьковской области. 25 сентября около 9 часов вечера в двух километрах от военного аэродрома при заходе на посадку потерпел катастрофу самолет воздушных сил Вооруженных сил Украины Ан-26. На борту находились 27 человек. Члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета воздушных сил Вооруженных сил Украины имени Кожедуба. В живых остался один курсант, и он находится в больнице. В субботу в храмах Одессы проходит заупокойное богослужение обо всех, кто трагически погиб в авиакатастрофе. Вновь увеличение числа заболевших коронавирусом как в стране, так и в Одесской области. В нашем регионе за сутки 264 подтвержденных случаев. 93 из них у одесситов. По данным на 26 сентября на лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 190 пациентов с COVID-19. Из них 148 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 42 пациента в тяжелом состоянии. Еще трое детей с коронавирусом лечатся в детской городской клинической больнице номер 3. За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 18 человек с подозрением на COVID-19. В то же время выздоровели за сутки 115 жителей Одессы. В Украине за сутки 3833 новых случаев коронавируса. Это очередной антирекорд. Подобные антирекорды фиксируются во многих странах мира, например, в Великобритании. Увеличивается число заболевших и в других странах Европы. Ужесточаются карантинные меры. В Израиле вводится, так называемый герметичный карантин. Выходить из дома можно только на расстоянии не более километра. Все предприятия, кроме жизненно необходимых, закрываются. В ряде городов Италии носить маски надо круглосуточно и повсеместно. В то же время стабилизируется ситуация в Индии, которая недавно была на первом месте по числу заболевших. С увеличением числа случаев коронавирусной инфекции в Одесской области, а также в преддверии эпидсезона по гриппу и ОРВИ, увеличивается и нагрузка на областной лабораторный центр, где исследуют материалы ПЦР-тестов. Сегодня туда ежесуточно поступает до 600 материалов со всех районов области, рассказала в интервью нашей телекомпании главный санитарный врач региона Виталий Гончаров. На сегодняшний день, в связи с тем, что временно приостановила свою работу лаборатория Вирусологического противоучебного института, на наш центр, на нашу вирусологическую лабораторию направляется в день порядком 500-600 материалов на исследование, образцом материала на исследование. В связи с этим, конечно, трудности есть, трудности они не могут не быть при таком количестве и при такой количестве загрузки лаборатории, но мы справляемся с данным объемом материала. Вирусологическая лаборатория, по словам главного санитарного врача Одесской области, может исследовать до тысячи тестов в день и в будущем планируется увеличить этот показатель. Мы наращиваем нашу материально-техническую базу, мы ожидаем, кроме того, что мы получили от Министерства здравоохранения, от Всемирной организации здравоохранения, дополнительные амплификаторы, дополнительные системы автоматические, дополнительные центрифуги и другое сопряженное оборудование. И мы ожидаем еще дополнительное оборудование при обеспечении и при наличии здоровых сотрудников. Мы будем расширять возможность проведения исследований по количеству проводимых исследований в сутки нашей лаборатории. С началом осени в лаборатории ожидают увеличение количества поступающих материалов в связи с сезонными заболеваниями. С приходом сезона, с приходом сезонных вирусных инфекций, для проведения дифференциальной диагностики этих инфекций, естественно, количество материала будет увеличено в проведении исследования этого материала. Плюс мы готовимся и рассчитываем, что у нас будут с помощью городского департамента, областного департамента здравоохранения, тест-системы на грипп, тест-системы на вострораспираторную вирусную инфекцию. И мы четко будем разделять, что это будет ковид у нас, а это будут у нас другие вирусные инфекции сезонного характера. При этом в первую очередь планируют исследовать ПЦР-тесты на коронавирус, а уже потом анализы на грипп и ОРВИ. И симптомы одинаковые. Первичная у нас основа будет лежать на проведении исследований коронавирусной инфекции, потому что это более контагиозное, более опасное заболевание и более то заболевание, которое сопровождается осложнением вплоть до смерти. По словам специалистов, на сегодняшний день 80% поступающего биоматериала на исследование показывают положительный результат, то есть подтверждают COVID-19. И только 20% имеют результат отрицательный. Чтобы предупредить или минимизировать возможность заболевания гриппа, медики настоятельно рекомендуют делать вакцинацию. А для этого надо обратиться к семейному врачу заранее, в сентябре, напоминают медработники. Планируют ли одесситы проходить вакцинацию этой осенью, выясняли наши корреспонденты. Несмотря на мировую пандемию и неоднократные предостережения, медиков, большинство одесситов, с которыми мы общались, говорят, в этом году вакцинацию от сезонного гриппа проходить не планируют. В следующем тоже не собираюсь. Нет, потому что я здоровый человек. У меня 70 лет, а я никаких прививок не боюсь. И вообще ничего. Нет. Когда-то давно-давно, когда была еще молодая, когда еще работала, тогда вакцинировалась. А сейчас уже сижу дома, и уже ничего меня не берет. Уже сейчас и это дорого. Для меня это дорого уже. Вот это раньше было лучше. Нет. Вы считаете, что это не нужно? Я не считаю, что не нужно. Но в моем возрасте уже не нужно. Возраст прививкам не помеха, говорят врачи. Напротив, людям пожилого возраста рекомендовано пройти вакцинацию от гриппа перед началом сезона вирусных заболеваний, поскольку их иммунитет, как правило, ослаблен. Чтобы защититься от гриппа, как и от COVID-19, специалисты также рекомендуют продолжать носить медицинские маски. А носят ли маски одесситы, мы спросили у горожан. В общественных местах, кроме парка, соблюдаю магазины. В принципе, если маска новая, и пользоваться ей два часа, то помогает. А так как у нас все время с кармана, то не очень. Ношу, когда я иду в помещение. А вот на воздухе я без маски. Не говорят, помогает. Другие говорят, что вредит. Я не знаю. Но я ее ношу, когда ухожу в помещение. Обязательно. Это да. Я ношу. Она у меня в этом. Это я на воздухе ее просто сняла. А обычно маска у меня есть. Если очень просят из уважения к водителям трамваев, скажем так. А так, конечно, нет. Все равно этот вирус нас достанет. И результат будет зависеть только от того, насколько мы морально и физически подготовлены к встрече с ним. Ношение маски на 50% снижает риск заболевания COVID-19 и гриппом при контакте с зараженным человеком, который, в свою очередь, маску не надел. Если же оба контактирующих будут в защитных масках, то риск заболеть вирусом снижается до 10%, констатируют специалисты. При этом маски нужно использовать не более двух часов и носить в отдельном пакете, говорят медики. Карантин, пусть даже адаптивный и болезненно, сказался на жизнях многих людей. Но всегда есть те, кому хуже других. Тысячи людей с ограниченными возможностями. Инвалиды-колясочники, слабовидящие и слышащие. Люди с болезнями сердца и другие оказались беззащитными перед угрозой коронавируса. О том, как переживают карантин люди с особыми потребностями в Одессе и области, и о том, кто им помогает, мы беседовали с председателем правления спортивного клуба инвалидов «Одесса-баскет» Олегом Прохоровым. По словам Олега, карантин оказался серьезным испытанием для людей с инвалидностью. Прежде всего, в вопросах медицинского обслуживания. Я обзванивал своих коллег в разных районах области. Да, какой-то семейный врач не берет трубку у человека, у которого сейчас, пускай там рожистое воспаление, и ей приходится самой самоназначать себе лекарства и искать людей, кто будет делать ей укол или ставить капельницу. В многих случаях действительно, когда семейные врачи не берут трубку, или там еще вот это, люди жалуются. А сама обстановка, что делать с собой, когда ты знаешь, что, например, даже то отделение, которое всегда готовилось для людей с инвалидностью, в нем сейчас лежат люди с ковидом. Куда деваться? Проблемными для людей с инвалидностью оказались и вопросы санитарной безопасности. Если для здорового человека достаточно одеть маску и обработать руки антисептиком, то для тех, кто пользуется коляской, костылями и другими вспомогательными средствами, все оказывается намного сложнее. Вот эти ограничения и санитарные рекомендации, например, для людей, которые ходят с костылями, которые крутят колеса инвалидных колясок, нам рекомендуется антисептиком обрабатывать руку, да, руки, как вот эти люди обрабатывали бы тщательно колесо свое, как они обрабатывают костыль, как они обрабатывают свою трость. Это теряется? Теряется. Поэтому для них это как бы ухудшение возможности перенесения. Вы возьмите людей, которые с проблемами зрения и которым требуется сопровождающий. Он постоянно должен кого-то брать, ну да, держать за руку своего, кто его сопровождает, правильно? Мыл тот руку, не мыл руку. Он, может быть, и мыл ее, но у того впечатления, он-то его не может постоянно спрашивать. Послушай, а ты вот, когда ты брал, это же тоже психологически накладывают. По словам нашего собеседника, в период карантина особенно важным оказалось взаимодействие сотрудников медицинских, государственных структур, которые решают вопросы жизни и обеспечения инвалидов, а также волонтеров, добровольно помогающих им. И вот этот вклад людей, которые работают в медицинской сфере по защите нас, государственных служащих, муниципальных служащих, которые находятся на своем посту и приходится общаться, волонтеров, которые находят слабые моменты в нашей обороне и закрывают их. Ведь в первые дни карантина было очень много звонков, просто людей и сторонних, которые говорили, Олег, ну мы не можем охватить там большое количество людей, но один-два человек с проблемами разного характера, мы готовы каким-то образом курировать, мы готовы принести продукты. И видно, момент сплочения был. По мнению Олега Прохорова, именно благодаря такому опыту, сплочению усилий, у нас у всех появился шанс преодолеть вторую волну эпидемии без особых потерь. Подробнее об этом смотрите в итоговой программе ТРК «Град» о главном в воскресенье. ДТП на проспекте Шевченко. Водитель на Мерседесе пытался обогнать другую машину. Это закончилось травмированием человека и пятью разбитыми автомобилями. С какой скоростью ехал Мерседес и в каком состоянии находился его водитель, установит следствие. Однако, судя по числу разбитых авто, можно предположить, что было нарушено не одно правило. Пострадал ли сам нарушитель, не сообщают, а вот водитель «Жигулей» госпитализирован. Тело женщины было обнаружено в субботу утром возле одного из общежитий ПГТ Черноморска и Лиманского района. По предварительным данным, 46-летняя женщина покончила жизнь самоубийством, выпругнув из окна кухни, расположенной на четвертом этаже. По словам знакомых погибшей, женщина в последнее время находилась в подавленном состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливают. Тело направили на экспертизу, сообщили в пресс-службе полиции. Полицейские устанавливают причину смерти 30-летней жительницы Великого Михайловского района. Ее тело в субботу утром обнаружено на обочине дороги. Рядом лежал ее мопед. По предварительным данным, женщина ехала на мопеде и почувствовала недомогание. Она съехала на обочину, прилегла и умерла. Внешних следов насилия на теле не обнаружено. Точную причину смерти установят эксперты. В эти дни Украина находится в зоне мощной магнитной бури. Ее пик ожидается в воскресенье, 27 сентября. Магнитная буря, по данным специалистов, началась 23 сентября и продлится до 29 числа. В эти дни многие люди могут почувствовать недомогание, слабость, эмоциональные перепады. Специалисты советуют больше отдыхать, избегать физических и психологических нагрузок, побольше гулять на свежем воздухе. Хотя в воскресенье прогулки на свежем воздухе, особенно в первой половине дня, одесситам вряд ли удастся совершить. По прогнозу синоптиков, в ночь с субботы на воскресенье ожидается дождь, гроза, шквальный ветер. На Одессу надвигается циклон Викка. В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей, гражданам рекомендуют не ходить и не стоять под деревьями. Море – это часть экосистемы, которая постоянно подвергается различным изменениям. В зависимости от климата, от человеческой деятельности и множества других факторов, одни обитатели появляются, другие исчезают. Всемирный день моря – еще один повод, чтобы поговорить с учеными о Черном море и тех, кто его населяет. Изменения, которые ученые наблюдают в последние два десятка лет, связаны с процессами, проходившими еще в 70-80-е годы прошлого столетия, говорят специалисты Института морской биологии. И немалая роль здесь развития в те годы сельского хозяйства, а точнее использования химикатов. Со стоками рек во время удобрений земель попадались огромное количество фосфатов и нитратов, или различных соединений фосфора и азота. Это является как удобрениями растений, которые мы выращиваем на наших полях, но также это является удобрениями любых растений, которые живут в воде, в том числе и микроводорослей. То есть избыточное питание в воде будет вызывать избыточный рост и развитие этих микроводорослей. В результате такой неожиданной подпитки количество водорослей стало избыточным. Экобаланс нарушился. Как следствие заморные явления. То есть когда у нас избыточное количество биомассы, допустим, продуцентов, они потом начинают уже сами себя как бы уничтожать. То есть происходит процесс одниения, забирается кислород. И от этого страдают остальные организмы, например, моллюски, рыбы, которые живут на дне. Просто они не получают достаточного количества кислорода. Есть и другие факторы, влияющие на изменения биоразнообразия, говорят ученые. Например, реки, впадающие в Черное море на территории Украины и Одесской области в частности, не способствуют его оздоровлению. Мы находимся в худшей ситуации, потому что именно у нас в северо-западной части впадают самые крупные реки Европы. Это Дунай, Днепр, Днестр. Дунай – это вообще европейская амазонка, можно сказать. Это огромнейшая река, которая несет загрязняющие вещества со всей Европы. И они попадают сюда, возле Одессы, в нашу Одесскую область, побережье Одесской области. И, соответственно, у нас более загрязненные участки, чем где-нибудь в Болгарии. В 90-х годах ученые выявили ряд причин, которые оказывали негативные факторы на состояние морской экосистемы. После чего начали активную работу над ошибками, что привело к позитивной тенденции. Некоторая сбалансировка экосистемы произошла просто за счет того, что меньше было привнесения загрязняющих веществ. Вместе с этим общественность напряглась и всем рассказала, что нужно меньше использовать удобрений, меньше порошков с фосфатами, то есть меньше лить в реки всего этого, что вызывает цветение водорослей. И поэтому система сейчас начинает немножечко чувствовать себя легче. В последние годы наблюдается положительная динамика, и многие обитатели Черного моря, временно покидавшие наши берега, постепенно возвращаются. В какой-то момент одесские пляжи стали практически безжизненными, то есть исчезли глосики, морские коньки, крабы и много еще чего другого. Сейчас понемногу-понемногу, медленно-медленно эти виды начали возвращаться, но буквально за последние 5-6 лет это стало происходить стремительно. То есть каждый год на каких-то точках вблизи Одессы мы находим массово, причем те виды, которые десятки лет, в общем-то, про многие думали, что они исчезли. Влияют на состояние моря, его флоры и фауны и изменение климата. Ведь множество микроорганизмов перекочевали к нам из других морей и океанов, более теплых и более соленых. И поскольку климат постепенно становится все теплее, условия обитания для вселенцев из южных широт более приемлемы. Население Черного моря никогда не было фиксировано. Какие-то виды исчезают, какие-то появляются самыми разными путями. Часть видов пришло 10 тысяч лет назад, а некоторые виды пришли всего лишь несколько лет назад. И они продвигаются все дальше и дальше на север Черного моря и приходят к нашим берегам. Так, за последние несколько десятилетий мы наблюдаем здесь, например, дораду, которая – это средиземноморский вид. Раньше он наблюдался только возле Турции и Болгарии. Сейчас мы уже его иногда ловим в дельте Дуная. Помимо естественных, есть несколько искусственных путей распространения различных видов рыб, моллюсков и прочих обитателей водного мира, говорят специалисты. Например, обитатели морей и океанов путешествуют морским транспортом. В частности, грибневик был занесен с балластными водами судов. То есть, транспорт способствует распространению вселенцев. Кроме балластных вод, вселенцы могут перемещаться на днищах судов. В основном это прикрепленные моллюски, но не только, еще и крабы, мелкие виды рыб могут просто перемещаться в виде икры, например. Около 40 лет назад вместе с балластными водами, которые суда сбрасывали у одесских берегов, в нашу акваторию попали грибневики. И это повлекло за собой отрицательные процессы. Когда грибневики сюда заселились, в последующие несколько лет фактически упали уловы шпрота. А шпрот – это, как понимаете, важный элемент для нашей экономики. То есть, масса людей ловят шпрота, продают кильку. Кильку нашу продают на базаре, мы ее все любим. То есть, был период, когда кильки и хамсы фактически не стало. Потому что грибневик выил зооплантон, и рыбе нечем было питаться. Со временем система пришла в норму, но проблема все равно остается. Потом это все восстановилось, то есть, экосистема все равно приходит к определенному балансу. Произошло восстановление, но грибневик никуда не ушел. И в любой момент он может дать снова всплеск численности. И это снова приведет к потерям уловов и дисбаланса в экосистеме. О том, что ожидает Черное море в будущем, говорить пока рано. Так как на развитие морской флоры и фауны влияет огромное количество различных факторов. Все, что могут и должны делать люди, по мере своих сил беречь моря и стараться как можно меньше их загрязнять. Споры о вреде или пользе некоторых изобретений человечества продолжаются веками. И часто специалисты разных отраслей высказывают кардинально противоположные мнения. В данном случае речь о жевательной резинке, которую американец Джон Куртис изготовил из сосновой смолы ровно 172 года назад. Полезна ли жевательная резинка? Действительно ли она нормализует кислотно-щелочной баланс? Мы выясняли у специалиста. Лилия Вольпина – детский стоматолог с многолетним стажем. Устойчивый миф о полезности жевательной резинки погубил немало молочных зубов маленьких пациентов. Практически всю жвачку сегодня производят с добавлением сахара. А это очень вредно, говорит специалист. Сахар предрасполагает кариесу. Это лишняя сладость, которая ребенку не нужна. Эмаль незрелая, эмаль немножко такая плохая в молочных зубах. И она очень подвержена кариесу, в отличие от постоянной. Кроме того, липкая жевательная резинка может повредить пломбы, говорит врач. У деток всегда очень большая слюна отделяемости. И когда он жует жвачку, она очень прилипает к пломбам и вынимает пломбы. То есть это тоже бич. Жвачка плохо влияет и на здоровье в целом. Больше всего от ее постоянного использования страдает желудочно-кишечный тракт, констатирует специалист. В жвачках присутствуют эмульгаторы, усилители вкуса, которые тоже очень плохо влияют на желудочно-кишечный тракт. Куда жуется жвачка, начинает в холостую вырабатываться соляная кислота в желудке и разъедаются опять-таки стенки желудка. То есть для детей жевательную резинку жевать не особо рекомендуется. Единственная польза, которую теоретически может принести жевательная резинка – это разработка челюстей. Однако и для этой цели лучше использовать яблоки или морковь. Она полезна, если там нет сахара в этой жвачке, и она способствует жеванию. А жевание для детей очень нужно для того, чтобы растягивать челюсть, чтобы не было дефектов прикуса. Что касается свойства жвачки чистить зубы, то это тоже миф. Резинка очищает только верхний налет, не проникая в промежутки между зубами и никаким образом не может заменить использование зубной пасты или нити. Так что полезность жевательной резинки – это устоявшееся заблуждение, не имеющее ничего общего с реальностью, констатирует специалист. Для фермеров Одесской области нынешний год крайне сложный. Это связано и с потерей урожая из-за засухи, и с отсутствием поддержки сектора агробизнеса со стороны государства. И может наступить тот момент, когда заниматься выращиванием различных культур будет попросту некому, говорят специалисты. Самой сложной ситуацией была на юге Одесской области. Но от засухи пострадали и другие районы. Многие фермеры оказались на грани банкротства. И под вопросом посевная. Если когда-то Украину называли житницей, то сегодня это выражение вряд ли применимо. Прослеживается тенденция к ослаблению аграрного сектора в стране, говорят эксперты. Ведь если из этого бизнеса уйдут опытные фермеры, то заменить их будет некому. Наблюдается существенный отток молодежи из деревень. А сложности вхождения в агробизнес и отсутствие поддержки государства не способствуют его развитию. По словам Дениса Ткаченко, зарегистрировать агробизнес довольно просто. Но вот эффективно его развивать без стартового капитала и опыта в реальности практически невозможно. Если ты без досвиду и молодой, то очень сложно взять стартовый капитал на продвижение той же техники. Поэтому все-таки банки работают с опытными или с теми, кто уже давно на рынке. Поэтому очень сложно зацикавить молодь, у которой нет мотивации и нет стартового капитала для развития. Если государство не начнет активно поддерживать село и средний и малый аграрный бизнес, то Украина, имея чернозем, останется без тех, кто сможет этот чернозем эффективно использовать, говорит фермер. Мы не только можем остаться без фермеров, мы можем остаться без рабочей силы, без специалистов квалифицированных. Сейчас никто из сельского хозяйства не хочет идти, потому что это тяжкий труд. Ну и у нас все идет до того, что великие холдинги скуплят всю землю, запустят сюда комбайны и тракторы на GPS-ах. И не нужны нам эти специалисты, но это нам грозит тогда вымиранием села, потому что в селах не будет рабочих мест. А ведь от развития агробизнеса зависит очень многое, напоминает эксперт. Мы забываем, что это все-таки продовольная безопасность. Если не будет хлеба, не будет зерна, не будет хлеба, цены будут растут. Да, возможно, можно импортом перекрыть, но все равно цены растут. И вопрос, возможно, крупные господарства, холдинги, там где 5, 10 и больше тысяч гектаров, то у них есть доступ и до кредитных ресурсов, и до государственных программ. Что касается малых фермерских хозяйств, крестьян, которые имеют небольшие наделы земли, их необходимо поддерживать, как это делают во многих странах мира. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, своих родных и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова